здравствуйте уважаемые зрители сегодня у нас в студии профессор сергей вячеславович савельев у нас тема экономика и мозг вот обратите внимание у нас тут две книги стоят одна книга сергей вячеславовича савельева о мозге вторая книга моя под псевдонимом об экономике и был такой случай мы просто беседовали с сергей вячеславовичем вне эфира и он мне вдруг говорит а вот твоя книга дионис на самом-то деле про мозговую деятельность и вообще очень хорошо согласовывается вот с моей теории с моими исследованиями я очень удивился а какая связь я ничего не написал про мозг ни одного слова оказывается вот сергей вячеславович нам расскажет что связь есть это что мне рассказал мне лично очень заинтересовало сергей вячеславович добрый день хотел бы узнать на самом-то деле мы тогда просто перекинулись словами коротко мне интересно и подробно а как это вдруг тема посвященной протекционизму истории протекционизма история того как одни страны развивали экономику и богатели а другие наоборот сильно теряли в промышленном развитии как это вообще связано именно с вашей теории наверное так наверно можно сказать вашим взглядом системами системами взглядов на мозговую деятельность ну дело в том что на самом деле с моей точки зрения с биологическая как известно вся кулик свое болото хвалит дело в том что вся эволюция человечества это эволюция мозга в конечном счете с этим вроде никто не спорит потому что если четыре с половиной миллиона лет назад мозг был там 300 с небольшим грамм то сейчас он кило 300 а был период когда он доходил до полутора килограммов то есть явный прогресс то есть мозг увеличивался это ясно теперь и со стороны современного состояния науки ну во первых о том что мозг очень связан с экономикой показывают деятельность нашего популярного клоуна илона маска на последнем как раз форуме где он присутствовал искать виртуально в нашей стране и участвовал так сказать в некоторым установочном форуме общество знания которые сейчас у нас восстанавливается стране он с большим чувством процитировал целую главу из морфологии сознания а именно он спокойно изложил как собственное открытие он же известный ученый правда слегка недоученный вот первичным вторичным и третичным сознание чем опишу в этой книге написано еще больше года назад она уже вышла и он собственно говоря плохо понимая содержание тем не менее интерпретировал по-своему но чтобы добавить хоть что-то от себя он согласился процитировал не цитили естественно не за не ссылаясь на меня илон маск не имеет такой привычки он обычно тащит и выдает за свое он согласился что есть первичное сознание это лимбическое вторичное сознание связано с полом а третичное он сказал это вот когда сознание сливается с компьютерными системами это конечно нонсенс но показатель в другом то есть он не до конца понял о чем речь но видимо сам не читал а получает некие выжимки от своих помощников которые занимаются переводами маломальских здравомыслящих работ со всего мира что хорошо известно но недопонял о чем идет речь но показательно не это не то что он там все переврал не об этом речь речь идет о том что человек который зарабатывает деньги посчитал необходимым говорить о собственно говоря конструкции нашего сознания пусть своими там странностями и представлениями оригинальными мягко говоря и даже безграмотными это не имеет значения имеет значение то что он интуитивно как дикое животное понимает прекрасно что эта область жизни больших денег потенциальных которые он все время пытается заработать разными способами поэтому даже такие как ван мазк люди очень далекий от мозга и от его обладанием они интересуются очень активно этой проблемой а речь-то о чем идет если говорить более глобально и не в качестве шутки о том что эволюция человечество это эволюция мозга не было бы у нас такого мозга не было бы никакого научно-технического прогресса не было никакой так называемой экономики всего остального то есть для того чтобы хотя бы умножать и складывать нужно иметь мозг микроцефалы о чем я неоднократно говорил в том числе и в этой аудитории с мозгом в там в 300 400 500 грамм они как правило не обладают способностями к вычислению то есть математика для них недоступна они могут говорить собирать дрова рассказывать анекдоты курить и вести достаточно социальный образ жизни ну где-нибудь в деревне а вот с математикой них плохо то есть с экономикой не пойдет это показывает о том что экономика началась вместе с развитием мозга то есть такие уровни абстракции которые вы в том числе обсуждаете они доступны все-таки существам довольно большим мозгом но для того чтобы получить мозг нужно чтобы эволюция шла очень быстро и наша эволюция за четыре с половиной миллиона лет увеличивал мозг практически в четыре раза то есть это очень быстро для этого механизма отбора шпыли какие но не по длине же пиписки у нас происходило отбор да нет конечно по каким-то другим признакам потому что люди между собой могут почти на всей планете почти все так сказать размножаться между собой давать плодовитое потомство а вот мозги у всех разные настолько что даже родители с детьми радикально отличаются возникает вопрос каковы критерии были этой самой эволюции мозга что она привела к экономике к научно-техническому прогрессу то есть как это связано между собой да очень просто дело в том что экономика это отжим по сути дела биологической важнейшего биологического показателя то есть ресурсов или еды то есть экономика это трансформированные в деньги в денежные отношения отношения к еде и к ее накоплению у кого ресурсы для еды большие то значит может оставить много потомков и проявляет доминанцию кого маленькая тот никого может не оставить может даже не дожить до размножения помните как в российской песне и хоть бы дожить бы до свадьбы женить бы то есть мечта была дожить до размножения это мало кто понимает что всего столетия назад в россии дожить до размножения это Это было событие в жизни любого человека, имеется в виду из непривилегированных слоев. То же самое происходит и здесь. То есть, иначе говоря, экономика – это один из разделов эволюции, скажем так, человечества в смысле человеческого мозга. Размножаться мы и так можем, а вот отбирать способных людей для того, чтобы выполнять те самые социальные, экономические, политические функции. Мы вынуждены были всегда сначала по биологическим законам, а когда мозг стал достаточно большой, по способностям. Потому что мы многократно здесь обсуждали, что способности сцеплены с мозгом, как ни странно. Не с третьим сердцем, находящимся где-то там в районе кишечника, а именно с мозгом. И способности в том числе совершать экономические подвиги, в том числе хитрости всякие, которые вы описываете в своей книге очень подробно и очень ярко, вот для этого нужно что-то соображать. Поэтому это абсолютно сцепленные события. И эволюция мозга, что крайне важно, продолжается сейчас еще большими темпами, чем раньше. Просто она получила очень четкие направления, не системная адаптация. Человек вышел там с небольшой семьей, группой, с товарищей в чистое лес или в чистое поле, и начал там закладывать место обитания себе. То есть, ну, как в мире животных. Сейчас это все намного интереснее, поскольку, по сути, остается то же самое, но мозг вынужден изощреннейшим образом адаптировать поведение. Вместо поля или леса у нас город. Вместо речки с рыбой у нас вороватые банки, или залоговые всякие системы, или кредитование, или имитация промышленности, которой промышленность переклеивает этикетки с каких-нибудь товаров. То есть, это весь комплекс очень сложный, который на самом деле ничем не отличается от того, как в Бурятии до сих пор существует, когда люди осенью уходят, ищут мышиные норки, раскапывают их, а тут забирают лук, который добрые мышки собирали. Вот в течение всего лета и осени. Значит, и уносят себе такой способ сбора лука дикого. Ну, вот примерно то же самое и здесь, но только это все в асфальте, все делают умный вид при никудышней игре, ходят в галстуках и в белых рубашках, а по сути делает та же самая биологическая система. Но отбор по мозгу намного сложнее. Почему? Потому что здесь нет очевидного преимущества сильного. Здесь есть преимущество умного. Хитрого или, скажем так, подлого. Потому что подлость пока приносит зачастую больше денег, ложь и подлость приносят сейчас на экономическом фронте больше денег, чем интеллект, сообразительность, разработки чего-то. Ну, тот же Илон Маск. Что он придумал? Да ничего. Он все заимствует, выдает за свое и, значит, втюхивает активно. То есть это автомобиль на китайских батарейках с моторчиком, с электрическим. Это вообще как куром на смех. То есть, на самом деле, очень устаревшая штука. То есть, таким образом, не интеллект правит, а умение пользоваться минимальным интеллектом. Это тоже в рамках экономического отбора. И критерии хорошие. Критерии, у кого скапливаются дензнаки, это не обязательно самые умные. Это в основном люди, которые потратили всю жизнь на решение биологической задачи. Этих самых дензнаков накопить. Они, как правило, даже ими распорядиться толком не могут. Потому что они не знают, как ими пользоваться, поскольку голова была заточена совершенно другое. В этом дело. А все остальное, вот эти все перераспределения, это такой же эволюционный процесс, как конкуренция за мышиный лук в Бурятии или за рыбу в речке. Больше ничего. Сергей Вячеславович, я на самом деле несколько о другом спрашивал. Ну, то, что мозг связан с экономикой в силу того, что для экономических вопросов нужен интеллект, ну, вещь-то очевидная. Думаю, в принципе, никто не будет отстать под сомнение. Но мой вопрос был несколько более частный. Потому что у меня-то книга была написана в основном о протекционизме и как конкурируют два мировоззрения. Протекционистское, значит, мировоззрение и теория невидимой руки рынка. И вот вы сказали, что именно, вот я так понял, по крайней мере, именно в этом аспекте есть некоторое сочетание между вашей теорией и то, о чем я пишу. Конечно. Ну, протекционизм, который вы выводите на первые роли вообще в экономике, по большому счету, говоря о том, что существует невидимая рука рынка, это как если бы мы видели такую чистую дарвиновскую эволюцию, когда вот прям происходит. Это одна ситуация. Но так никогда не бывает. Обезьяны хитрые, подлые, ловкие поэты. Секундочку. Чистая дарвиновская эволюция, вот как вы сейчас сказали, это не бывает? Этого не бывает никогда. В чистом виде в среде имеется в виду людей. Дарвиновская эволюция работает в определенных идеальных условиях. Ну, там приведу очень простой пример, когда те же самые рептилии впервые вышли, так сказать, из своего места появления, из каменноугольных завалов, стали, оторвались в размножении от воды, перед ними открылся колоссальный ресурс пищевой. И здесь сначала просто процвело все, в любую сторону. То есть выживали всех, еды хватало на всех. А потом, когда стали возникать лимитирующие условия, стали выживать более приспособленно. Здесь в чистом виде. У людей так не происходит, потому что людей с момента появления человеческих сообществ, имеется в виду постнеандертальских, то есть это около 30 тысяч лет назад это только стало заводиться, а потом все интенсивнее и интенсивнее, и последние 10 тысяч лет – это чисто гоминидная наша сапиенс-сапиенсная эволюция. И как только она появилась, в это стал вмешиваться тот самый мозг, о котором мы говорим. И в этом отношении чистая биологическая эволюция уже не наблюдается. Ну, какая может быть чистая эволюция, если все время посмотрите весь эпос, посмотрите все истории, все экономические истории подробные. Там сплошная семейственность, сплошное наследование капитала, наследование связи. Посмотрите сейчас. У нас же ведь дети министров становятся министрами. Вы думаете, из-за талантов? Да нет, упаси бог. Из-за всем других принципов. То есть, иначе говоря, протекционизм в этом плане, начиная с самых мелочей, когда отец – дочь, отец – сын, и кончая государствами. Потому что это же государственная машина. Посмотрите сейчас на США, вы лучше меня это знаете. Там вообще система просто кланов, которые завязаны на экономику, и которые конкурируют между собой. И конкуренция биологическая, конечно, в своей сути они убивают друг друга. Просто в прямом, переносном смысле. Клан Кеннеди на Микоиде? Ну, в том числе. Нет, ну, это уж там откровенно, когда из ружья. Ну, можно же по-другому убивать. Я знаю массу людей, которые там умирают от одной и той же болезни, неидентифицируемой в той же США. Так что это много таких вещей. Или вдруг самоубийство. Да, самоубийство. Ну, экономический крах хорошего, хорошо поставленный, он тоже помогает. Потому что не все могут подняться, как там Трамп. Не все настолько тупые, скажем так, чтобы пережить это. Многие люди чувствительные, обладают повышенной восприимчивостью. Это часто их убивает. Это ничего страшного нет в этом. Это просто законы природы. И большие кланы между собой, даже внутри США тоже, они все пронизаны протекционизмом. У нас все пронизано и в нашей стране. Все насквозь. Это называются, раньше в советские времена называли кумовством, родственными связями и всем остальным. Сейчас так это не называют, это как-то неприлично. Но у всех детей министров проявляются неожиданные большие таланты, которые тут же реализуются. Результат. Значит, у нас уничтожается, по сути дела, объективный отбор по способностям. То есть, любой человек суперспособный, если у него дедушка не министр или папа не министр, пробиться практически не может. Почему? Потому что все места заняты. Хлебные и кормные. То есть, вопрос облигатного паразитизма, он ставится на первую точку. Но если ему повезет, его подберет чей-нибудь сын или дочка, и он реализует свои мысли. И тогда сын и дочка получат Нобелевскую премию. Со свою, конечно, безусловную гениальность. То есть, в этом отношении получается, что система такого, начиная с семейного и кончая государственного протекционизма, она препятствует эволюционному процессу на самом-то деле. То есть, это противоестественно. А раз это противоестественно, и нарушается естественный, то есть, социальный отбор мозга, то есть, когда власть принадлежит людям, способным ею распорядиться, и подменяется системой родственных связей и персональной протекции пожизненной, это, конечно, приводит к тому, что та страна, в которой это приобретает большие масштабы, ну, например, тоже США, она непрерывно ослабевает. Почему? Потому что есть ситуации, когда демпфер для дураков кончается. То есть, поступки людей, скажем так, которые благодаря протекционистским действиям оказались во власти наверху, их поступки начинают иметь значение. То есть, они могут поступить так, что это скажется на жизни всей страны. И с этого момента мы получаем протекционизм дураков, которые не могут справиться с той властью, которая им принадлежит, ну, раньше бы сказали, не по праву. Ну, какое там право? Оно принадлежит им по тому самому биологическому праву. Но это просто сказывается на всех. Отсюда протекционизм, чем лучше организована система, вот в США, очень удобно, или Англия ещё лучше, протекционизм устроен просто пронизывать всё общество, организованно идеально. Вот они говорят, у них там демократия. У них там не демократия, а кумовство столетиями отточенное, которое введено в иерархическую систему, там, с РФПР, которое сориентировано чётко, даёт градацию железную, начиная от воспитания и образования, и включая имущественный ценз. Это отработанная столетиями система. Но когда надо получать результат, при минимальных ресурсах, это с тем перестаёт работать. И тогда вот эти люди заменяются. Было такое в России? Конечно, при Петре Первом. При Петре Первом, когда понадобилось давать результат, этих людей замели веником. Я имею в виду боярство и всё остальное. При... в начале 19 века, 20-30-е годы 19 века, когда в России после наполеоновских войн всё изменилось, очень сильно, начался прогресс такой или иной, неважно, но он начался, опять очередная смена людей, опять то, что называлось дворянством, хотя давали дворя пожизненное, ненаследуемое дворянство личное после окончания университетов, вот для того, чтобы людей перевести в эту иерархическую, укрепить иерархическую систему протекционизма. Значит, тем не менее, инженеры, выходцы из низших слоев общества со способностями, они в конце концов уничтожили эту систему к 20 веку. То есть, получается что? Что у нас экономическое развитие человечества является одним из инструментов отбора мозга. То есть, по сути дела, эволюция-то идёт основная, по отбору способностей, но она неосмысленная, она вот такая, какая есть, то есть биологическая. И в этом отборе как раз экономика, та самая запрещенная, является ключевым фактором, потому что, исходя из денег, размножаются и получают социальные преимущества те, кто по мозгу в этот момент в обществе востребован. Вот в чём дело. Ну вот, если искать параллели между тем, что вы говорите в сфере мозга, и тем, что я писал в сфере экономики, мне это видится так. Я-то, в общем, книгу эту написал с явной поддержкой протекционизма. Не то, что у меня был такой заведомый, какая-то заведомая установка, а так вытекала из анализа экономических чудес, что все разобраны эти случаи, а я их не специально подбирал, а просто разобрал то, что реально было, и посмотрел, что там. Получается, поднимались эти страны в промышленном, экономическом, технологическом и научном плане, как раз используя широкий протекционизм. Но если его становится слишком много, то это плохо. Здесь мы полностью совпадаем. Здесь получается, я и говорю, я ищу соответствие. Но тут есть и второй вариант. Опять же, я провожу эту идею, что идея невидимой руки рынка, как правило, приводит к катастрофам. И наоборот, те страны, которые придерживаются протекционизма, зачастую продвигают для других стран идею свободного рынка. Вы открываетесь, вы работаете по свободному рынку и обрушиваете свою экономику, а мы будем по протекционизму и развивать. Ну, Германия это и сделала, образовав Евросоюз на пару с Францией. Это зачем было нужно сделать? Нужны были рынки, нужен был контроль. И сейчас Болгария с удовольствием возит помидоры из других стран, хотя раньше вроде как вывозила. Мы видим таких историй, вы совершенно правы, огромное количество. Та же Испания. Испания кончилась, когда потекло золото из Южной Америки. Всё. Начался тот самый протекционизм, жёсткий, хороший, правильный. Но золото кончилось, и страна оказалась не очень в хорошем состоянии к началу XX века. Ну, как раз я пишу, что они несколько раз отменяли систему протекционизма, всякий раз это приводило к экономику, к ступеньку вниз, ступеньку вниз. Как раз наоборот, когда они вводили ограничения, покаясь, по крайней мере, что-то ограничить, у них как-то вот некая стабилизация происходила экономическая. Или вот пример Португалии. Пока у них был протекционизм, они, наоборот, эти ресурсы из колонии использовали настолько успешно, что только лишь развивались. Как они снижали протекционистские барьеры, так они за эти ресурсы просто покупали готовый товар в Англии. Да, конечно. Ну, вы совершенно правы. Но речь-то идёт о том, чтобы этими ресурсами распоряжаться. Это вопрос, кто в результате протекционизма оказался наверху, чтобы этими ресурсами распоряжаться. То есть, получается, много протекционизма кончилось отбором негативной популяции в верхушке государства, и это привело к тому, чему вы говорите. То есть, получается, ситуация такая, что мы можем быть беднее, но отбирать способных, или быть богаче, но тогда быстрее всего богатые через некоторое время разорят эту страну. То есть, получается так, протекционизм имеет две формы, вы совершенно правы. На первых стадиях, когда есть внешний экономический источник, когда есть рост, она работает только в плюс. А когда внешние источники заканчиваются, выясняется, что, собственно говоря, история-то и остановилась. То есть, протекционизм, его нужно питать. А всегда питать за счёт кого-то. Или за счёт золота Южной Америки, или, как Германию, за счёт нищих стран Восточной Европы, которые присоединились. За счёт кого-то надо кормиться. То есть, протекционизм требует внешних источников содержания. Как и Англия, то же самое. Они, да, всё стабильно, да, развивалось. Да, за счёт чего? За счёт того, что где-то кто-то умирал от голода. Это было нормально. Но они сначала построили протекционистскую модель, потом на основе этой модели построили мощные вооружённые силы флот и товары. И уже пошли в другие страны и с товарами, и с пушками. Ну, они строили как раз это всё параллельно. Процесс достаточно вспомнить, что... Достаточно параллельно, но всё-таки чуть-чуть раньше, с небольшим лагом. Нет, ну они просто понимали, как это надо делать, просто как организовать. У них уже был опыт достаточно большой. И, простите, англичане, там, если история флота, то большинство самых знаменитых английских кораблей вообще в Америке делали. Это известная история. Вот все скоростные, там, чайные клеппера и прочее. Вообще это американские. То есть они другое дело, что они смогли организовать и получить из этого выгоду. Но какими способами, это всем известно. То есть, иначе говоря, если сравнивать запрещенную экономику и морфологию сознания, говорить об этих двух вещах, ну, морфология сознания, конечно, посвящена в основном старшим возрастам развития детей, то есть как складывается мозг, то можно сказать, что да, в зависимости от того, как складывается у детей мозг, ровно так и будет потом формироваться та экономика, о которой вы пишете. Не та, о которой говорят с утра до ночи, а та реальная экономика под ковром, которая, собственно говоря, определяет жизнь каждого человека. Ну, то есть вы согласны с тем, что эта книга показывает не то, что в пропагандистской такой шелухе и мишуре, а то, как реальность? Ну, конечно. Это ближе всего к реальности, потому что пропагандистская мишура, как известно, она всегда имеет очень четкую, однонаправленную выгоду к определенным группам населения. То есть, собственно, для этого и создаются все эти наборы социальных и экономических иллюзий, чтобы было проще обманывать обывателей. Это известно и хорошо понятно всем. Вот давайте тогда, опять же, с точки зрения ваших представлений прокомментируйте конкурирующую идейную модель, идея свободной рыночной экономики, невидимой руки рынка. Вот мы о протекционизме говорили, а теперь с этой же точки зрения, с ваших подходов, о другой модели. Это что? Ну, эта модель – это так называемая открытая биологическая конкуренция, по сути дела. Товаров, услуг, чего угодно. Но она будет работать только при бесконечно открытом рынке. То есть, это то, о чем еще Спенсер писал. Потом Маркс об этом говорил много раз. То есть, и вот в чем концепция основная. Если Спенсер говорил, что это на территории Англии в результате научно-технической революции, скоро мы заполним товарами все на свете, и, значит, будет кризис и перепроизводство капитализма. Маркс отличается только тем, что он сказал, что шарик-то у нас небольшой. И в конце концов это произойдет на всей планете. И откуда возникла вся эта идеология коммунизма и всего остального из-за того, что надо что-то противопоставить. То есть, здесь совершенно верно все было сказано. Если мы говорим о свободной руке рынка, мы возвращаемся, как мы с вами тогда говорили, походя к чисто биологической конкуренции. Это чистая биология в незамутненном виде. И чем ее больше, тем чаще будут кризисы. А если производство такое мощное, как сейчас, то это будет вообще перманентный кризис. А если на это наложить еще торговлю деньгами, как основной источник доходов формализованных ВВП, то тогда это превращается в сплошной кризис. Что мы, собственно говоря, имеем? С 2008 года у нас экономический рост близок к нулю. Торговля деньгами не приносит прежних доходов. То есть, и вся система мировая с 2008 года стагнирует. Ее попытались спасти в 2014. Как? Взять, опустить все валюты развивающихся стран. И у нас она упала в два раза. Все это помнят прекрасно. Доллар подорожал вдвое. Зачем? Чтобы спасти экономику США, чтобы люди начинали скупать доллары, чтобы он опять пошел. А уж после 2014 года тут вообще разговора нет. У нас экономический спад непрерывно идет. То есть, вот свободная рука рынка, а это свободную руку рынка обычно пытаются, так сказать, распространить костлявую руку свободного рынка на тех, кого не жалко. То есть, на страны третьего мира, на развивающиеся экономики, в том числе на нас. Ну, последняя, пожалуйста, свободная рука рынка в самой извращенной форме, которая сейчас существует. Это зеленая экономика. Это чистая. То есть, задача создать сейчас международный форум, на котором будет что сделано? Все производители ресурсов, то есть, нефть, газ, уголь и так далее, лес, должны будут платить тем, кто эти ресурсы потребляет. То есть, Запад, собирательный образ, хочет повесить на страны, которые продают им ресурсы, свои собственные расходы, говоря, что вот видите, уголь и газ, и нефть, они загрязняют атмосферу. Платите нам денежки. А мы будем пользоваться чистой энергией, которая в пять раз дороже, а разница за ваш счет. Вот это вот попытка, очередная, так называемый, свободный руки рынка, которая состоит в том, что давайте подпишитесь под тем, что мы будем жить за вас счет, как раньше, поскольку наша модель экономическая полностью провалилась. Она не работает. И вот в рамках свободного рынка вы будете платить нам же за нашу зеленую экономику. Ну вот, пожалуйста, к чему это приведет. Естественно, никто вменяемый из ЭНС на это не пойдет. И то, что ждет Запад, я очень сочувствую. Но не сожалею. Еще вы отмечали, что мою книгу вы дарили некоторым своим друзьям. Среди них есть представители различных правоохранительных органов, ФСБ, прокуратура, насколько я помню, судьи. И вы сказали, что им очень книга понравилась. А как вы думаете, почему? Потому что, когда у вас нет альтернативной точки зрения, ваше мышление всегда представляет собой канализованный поток сознания, который легко контролировать. А как только человек получает хотя бы внутри себя, спрятанный в глубине, еще один вариант объяснения видимых событий, он расширяет свое мировоззрение, и, соответственно, его любые повседневные решения становятся более адекватны. Все это ценят. Хотя многие, в силу особенностей профессии, признаться в этом не могут. Ну что же, большое вам спасибо. Мне, как автору, конечно, приятно услышать позитивный взгляд на мою книгу. Со своей стороны, хочу сказать, что я вашу книгу читал. Она мне нравится. Самое интересное, что для меня это интересно, конечно. Я ведь тоже, не имея никаких знаний, не имея никакой подготовки, но почему говорю тоже? Не в смысле тоже не имея знаний, а тоже думал на эти темы. И некоторые вещи, которые я для себя, не имея никакой подготовки, вывел, нашли научное подтверждение. И это для меня очень ценно и важно, потому что одно дело общий здравый смысл, логика, а совсем другое, когда это еще и подкреплено научными данными Сергея Вячеславовича Савельева. Потому что очень многие вещи, которые здесь описаны, это, в общем, наши бытовые зарисовки. И как вот лежит мозг в основе этого, это очень интересно. Вообще интересно, как часто бывает, сделаешь какой-то поступок, а реальных истинных причин не знаешь. И начинаешь подбирать то, что называют рационализацией. Начинаешь подбирать причины. Они неверны. А вы показываете истинную подоплеку. Как мне кажется, истинную. Ну, насколько я владею этим знанием, поскольку занимаюсь мозгами всю жизнь, я пытаюсь проанализировать как раз не просто поступки человека, но ведь я же базируюсь еще на том, что бывает, когда этой структуры, например, нет, как это все работает. Поэтому как бы здесь некоторое все-таки основание материальное этих рассуждений, оно есть, хотя, может быть, не абсолютно точное. Ну, как всегда, наука. Ну что же. Большое вам спасибо, профессор. Спасибо. Обращаю внимание зрителей вот на эти две книги. Ну, простите меня за то, что я сам себя хвалю, но ничего не поделаешь. Я же ведущий, но мне приходится говорить о своей под псевдонимом. А вот эта книга Сергея Вячеславовича Савельева. До свидания. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok